Друзья, привет! Меня зовут Владимир Ситников и сегодня я буду рассказывать про исключения, исключительные ситуации и исключительно удивительные способы оптимизации приложений, написанных на Java. Я уверен, доклад будет полезен абсолютно всем и вы все пойдете либо код править, либо спрашивать на интервью то, что услышали, либо хотя бы просто похохочете и приятно проведете время. Выберите режим, в котором вам будет приятнее смотреть доклад и давайте переходить. По ходу доклада пишите вопросы в чат. Я, к сожалению, не смогу посмотреть прямо сходу и возможно, что я немножко буду тупить и отвечать в конце. Непонятно, какой вопрос. Но тем не менее, вопросы задавайте, в чат заходите и не только в чат. Можно просто ко мне подходить на площадке, я буду здесь завтра и с радостью отвечу на наши вопросы. Итак, я Владимир Ситников участвую в программных комитетах нескольких конференций. Например, G-Point, на котором мы сейчас есть. Я теплую люблю эту конференцию. Давайте похлопаем. Это классная конференция. Ребята, классно, что вы здесь. Без вас не было бы конференции. Я люблю нагрузочное тестирование. И так получается, что я часто занимаюсь вопросами производительности. Я люблю рассказывать про то, что я вижу на работе. И люблю к другим помогать, готовиться. Поэтому, если вдруг у вас есть какая-то идея, или вы даже не очень знаете, про что рассказать, подходите. Наверняка найдем, что обсудить. Итак, контакты мои всем видно. Идем дальше, да? Как у меня вообще возникла идея сделать доклад? Лет, наверное, 15 назад я ходил на собеседование. И меня там попросили написать нехитрую программу на Java, которая бы считала строки в файле. И я уложился в один метод. Это был метод main. Там приходит имя файла. И в этом аргументе мы берем имя файла, открываем файл, считаем строки, получаем ответ. Но я так подумал, наверное, же все-таки данные там какие-то неправильно прийти. Вдруг файл кто вообще не назовет, да? Ну, негодяй. Ну, зачем мне такую простую задачу дают? Надо что-то предусмотреть. Я такой взял, ну-ка, вот что делать? Нет аргумента, лови исключения. Ну, все, как бы хороший же код, нет? И тут оказалось, что из этого можно построить доклад, да? Из вопроса Джуна на собеседовании. Мы поговорим про то, как работают исключения в Java-машине. Зачем они работают? Со мной пытались поговорить, кстати. Я не совсем был готов, но я стал лучше в этом плане. Мы поговорим про то, какие Java-машины делают оптимизации для того, чтобы наши исключения работали лучше в исключительных ситуациях. И мы поговорим про рекомендации, да, как правильно пользоваться нашими знаниями. Итак, казалось бы, что исключения медленные. Казалось бы, но вот мы в main-методе кинули ошибку. И мне тот, кто задавал вопрос, он говорит, ну, ты что делаешь? У тебя ошибка кидается. Если ты нам так будешь в продакшен-коде писать исключения на каждый чих, ну, как бы у нас работы ничего не будет. Зачем нам нужен такой разработчик? Я говорю, ну, main-метод-то один раз все вызывается. И тут мы с интервьюером ставили в дедлог, потому что, ну, как бы, и он прав, что не надо на каждый чих исключения писать, ну, дорого, наверное, да, там, кэч, троун. И вроде только один раз. И стало интересно, да, вот мы тогда пытались докопаться, а как же оно работает? Ну, я не смог докопаться. Но по факту бизнес-код у нас вызывается часто. И здесь нужно понять, а какой код мы пишем, да, вот то, что мы main-метод написали, вот это прям бизнес-код или это пародия на бизнес-код? И как часто нам вообще придется ловить эти исключения? Давайте посмотрим, что у нас в нашем коде, да, вот обычный такой код. Как он может работать? Чтобы понять, как работает код, надо посмотреть на байт-код, да, все знают. Кто, кто знает, что надо посмотреть на байт-код? Давайте так, ну, вот, ну, я даже не знаю, хорошо, плохо, 5% людей где-то. Давайте, кто знает, что не надо смотреть на байт-код? Вот, вот точно не надо смотреть на байт-код. Так, ну, меньше, ну, что же такое-то? Так, а куда-то вообще надо смотреть, кроме джао-кода, но вот еще надо куда-то смотреть, вот куда-то надо смотреть. Так, профайлер кричат, но я, что же остальные-то думают? Ну, то есть, код просто быстро, ну, джао не тормозит, код быстро работает. Но давайте посмотрим, как у нас выглядит пробрасывание исключения в нашем коде. В нашем коде написано просто взять, создать, проинциализировать и кинуть, и все. Вот как бы такой момент. Здесь, кстати, можно обратить внимание на то, что мы нигде не объявляем, что мы там кидаем, какое у нас исключение, checked, unchecked, вот просто, ну, написано кинуть, и все. Одна инструкция. Если заглянуть во спецификацию java-машины, то там написано, что в эту инструкцию, ну, кинуть исключение, можно подложить вообще любое исключение, прям совсем любое, даже вот такое, которое не runtime-исключение, которое checked-исключение, которое должно бы как бы объявляться в методе, и тоже должно работать. Но, к сожалению, такой код не скомпилируется, или, к счастью, ну, тут половина, да, напомню, кто как. Я не буду сейчас поднимать этот вопрос, давайте прямо вот за гранью доклада ставим, checked, unchecked. Но мы знаем, что такой код не скомпилируется, зато скомпилируется код примерно какой? Код скомпилируется такой. Если мы обведем в sneaky throws, кто-то может сказать, что это хак, но хак, специально заложенный в спецификации языка. Значит, там говорится буквально следующее. Если вы вдруг в методе объявляете throws type variable, то есть если это не какой-то написанный прям класс, интерфейс, а вот именно type variable, то java-машина подразумевает, что там всегда run-time. И вот такой метод можно везде использовать. Он никогда не требует перехвата и прекрасно работает. Значит, можно написать прям так. Такой пример, кстати, прямо в java-спецификации есть, и поэтому он не устареет, но точно будет работать. У нас java за обратную совместимость. И многие знают, что можно то же самое сделать в ламбоке. То есть не писать, не вспоминайте язык вручную, а взять и написать с никит throws. Как оно работает? Ну, то, что на уровне байт-кода можно кинуть все, что угодно, это мы с вами уже знаем просто, да, открыли спеку, освежили свои знания. Как работает ламбок? Вот мы написали нашу волшебную аннотацию. И товарищи сделали реализацию двухфазную. Значит, на первом этапе оно берет и добавляет простой джаванский try-catch на уровне java-c компиляции. То есть ламбок ищет все с никит throws аннотации и добавляет к ним try-catch блоки. Там можно еще исключением указать, для которого try-catch добавлять. И оно, конечно же, тоже вот в этом catch упоминается. Что получается тогда? У нас прям вот раздувается наш код. Ну, кто может сказать, один try не помешает, да, один try не повредит, и второй не повредит, и третий, но рано или поздно может повредить. А потом, на самом деле, внутри нашего catch-блока мы используем, заметьте, ламбоковский рантайм-класс. Там написано ламбок с никит throw. Ну, это вот то же самое написано, то, что мы только что видели. Но ребят в ламбоке анимации. Они сказали, ну, никому не понравится рантайм-зависимость лишнюю тянуть. Мало ли, там, джарник не будет этот в рантайме и так далее. Поэтому у них есть еще второй проход, в котором они на уровне байт-кода берут и затирают наш рантайм-вызов. И если они видят ровно такую конструкцию throw, вот этот самый ламбок с никит throw, они ее раз и подменяют на простой throw, зная то, что на уровне байт-кода это все можно. Да, это у нас только JavaC нужно было обмануть, поэтому после ламбока выходит вот такой код. И это к чему может привести? Может привести к тому, что код стал чуть-чуть больше, и он, значит, стал чуть-чуть хуже оптимизироваться. Ну, мы чуть-чуть, может быть, дальше это посмотрим. Но механика буквально простая. На уровне фронт-энд-языка мы можем это легко поменять. Но, смотрите, это то, что мы по факту делаем до того, как у нас запускается GTI и все такое. Давайте вот чуть дальше идти по механике работы. И представьте, у нас есть метод, который принимает какой-то параметр. И в зависимости от параметра мы делаем либо одно, либо другое. Я сейчас, наверное, вот 100% всей бизнес-логики описал. Да, у кого такая логика есть? Давайте. Вот я сейчас, все остальные спят, остальные хохочут. Ну, давайте похохочем, да. Вот. И что же нам делать, если пришел флаг? Вот. Пользуясь случаем, если пришел флаг, я хочу передать привет маме. Вот, да. Мама, спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты смотришь доклады. И, друзья, давайте все передадим привет родным, близким. Давайте похлопаем. В исключительных случаях, ну, других не бывает, да, у нас может какая-то ошибка возникнуть. Мы можем явно ошибку кинуть. Может она случайно возникнуть. Там, null pointer, array index out of bounds, что угодно. Можно просто явно писать throw и так далее. И получается, что вот код такой бывает часто. Но в ветку с исключением мы либо вообще не заходим, либо совсем никогда не заходим. И Java-машина умеет это оптимизировать. Она считает количество веток, в которые мы заходили, в которые мы не заходили. И принимает решение, что если мы в ветку можем, ну, если мы в ветку никогда не заходили, метод выполнялся много раз, мы там не были, ну, значит, это не нужная ветка, да. Давайте просто ее не будем компилировать. И действительно Java-машина не компилирует, а оставляет одну, там, условную инструкцию. Uncommon trap говорит, если вдруг туда все-таки придем, то, пожалуйста, вызови в интерпретатор, чтобы интерпретатор посмотрел, что там надо было вызвать, и отработать в этом крайнем, ну, неинтересном случае. Вот этих Uncommon trap бывает много видов, штук 20 примерно в текущем OpenJK HotSpot JIT-компиляторе. И, например, в данном случае, вот в случае то, что ветка не вызвана, да, то, что мы зашли в незнакомую ветку. То же самое может быть. Мы кинули какую-то ошибку, которую мы не ожидали, что здесь выкинем. Мы пытались прочитать значение из NAL или еще что-то такое, да. Но вот механика такая. Такая оптимизация позволяет сокращать размер кода. То есть там могло быть много в этом ELSE, по факту скомпилируется в мало. Можно детальнее почитать в статье Алексея про то, как работает, где используется, но похожий механизм используется в исключении. Давайте посмотрим на примере. У нас есть какой-то рапер-класс, в который мы оборачиваем наши значения. И представьте, мы из этого значения читаем. Мы прочитали, но здесь при чтении может возникнуть толпой интерэксепшена, а может и не возникнуть. Ну, кстати, вот кто может понять, почему может не возникнуть, молодцы, мы проговорим еще. Но может NAL туда прийти и с NAL упасть. Давайте посмотрим, как Java-машина могла бы это скомпилировать. Чтение поля – это по факту обращение по адресу. У нас есть адрес объекта, и мы из нашего хипа читаем значения по какому-то смещению. Ну, наверное, вот это поле value лежит плюс-минус 12, 14, 16, в зависимости от версии полей и так далее. Но неважно. Мы берем из нашей памяти и читаем по адресу. Если мы такой код напишем на языке C или на практически любом другом языке и выполним на машине, то машина, скорее всего, нам скажет. Ну, если у вас там адрес NAL, то, наверное, вы читаете по нулевому указателю. Зависит вот, конечно. Но по нулевому. И возникнет исключение segment violation. То есть мы обращаемся к недопустимому адресу памяти. Зависит, конечно, от того, как мы нашу программу настроили, но по факту по нулевому адресу ничего не лежит. Мы туда обратились, у нас ошибка. Обычное приложение просто покрэшится. Возможно, вы видели, Java-машина может покрэшиться вот с точно таким же секс-сек violation. Может на C программу очень легко также покрэшиться. И что же делать? По-хорошему надо было бы проверочку добавлять. Ну, что мы не обращаемся по нулю. Казалось бы, Java-машина могла бы добавлять. Но Java-машина делает хитрее. Она пользуется супермагией того, что можно это исключение перехватывать. То есть у нас есть исключение, которое возникает на уровне операционной системы. Java-машина его перехватывает и раскодирует. Говорит, смотрите, если случилось обращение доступа по нулевой странице памяти, и мы находились вот здесь, так нам надо NPE просто кинуть, и все. И в этот момент Java-машина понимает, ага, мы крэшиться не будем, мы сгенерируем NPE и выполним вот дальше переход по нужному адресу, где у нас был кетч этого NPE. В итоге обращение по полю не вызывает никаких дополнительных проверок. Ну, здесь можно, конечно, сказать, вот тут железячники наверняка сидят в зале и говорят, ну, это вы в Assembler не видите проверок, а у нас в железе где-то есть проверки. Ну, мы так немножко глазки закроем, да, что в железе, наверное, где-то есть проверки, чтобы это исключение создать и так далее. Но, тем не менее, в нашем коде зачастую мы не увидим таких проверок. Обращение по полю, вызов метода, ну, проверка на null и так далее. Здесь, за скобочками немножко то, что значение не всегда null, потому что compressed references, сходите на доклад Дмитрия Силина про GC. Я прям рекомендую, там хорошо рассказано, как с адресами Java-машина работает. Но давайте посмотрим, где еще мы можем, ну, то есть можно почитать, как это устроено, как устроен перехват, где еще у нас такое может возникнуть. Вот, смотрите, возьмем код, надо проверить, является ли входной символ буквой или нет. Как можно было бы проверить? Можно, ну, можно по-разному проверить. Давайте вот так проверить. Возьмем массив всех букв, всех возможных. Ну, обычно у нас латинский алфавит, наверное, не больше чем. И мы будем просто проверять. Если в массиве лежит true, то значит, это буква. Если нет, то нет. Наверное, мы принципиализировали, и все правильно. Казалось бы, у нас может возникнуть исключение, и мы вообще за границ массива выйдем. Давайте тоже проверим на всякий случай, что у нас вот эта ошибка не возникает. Что же получается? Вот так, думаете, никто не пишет. Но по факту так пишут. Если вы посмотрите текущий код там кат, мы берем там кат, берем main ветку, там прямо так написано, http обработка вот так сделана. И получается, что при первой нелатинской букве мы просто ошибку генерируем, и это как бы совсем зря. Ну, то есть мы ошибку генерируем, она тут ловится, return false, ну, спасибо за вашу ошибку, она очень важна для нас. И я уверен, в сбир JVM это прям классно отработает. Да, спасибо за ошибку. Но это в любой JVM отработает, потому что довольно давно такую оптимизацию уже сделали. Да, вот приложений, которые так сделаны, много. Поэтому Java-машина оптимизирует такую штуку. И что она говорит? Если мы видим, что ошибка не используется, то мы не будем ее создавать. Что значит не будем создавать? У нас кетчблок, а мы ее не создаем. Как так получается? А получается это вот как, смотрите. По факту, прежде чем обратиться к массиву, ну, к нашему массиву, чтобы прежде чем прочитать, Java-машина все равно проверяет индексы. Индекс вообще входит в диапазон или нет? Вот если индекс в диапазон входит, то все нормально. А если индекс за границами диапазона, то мы говорим, ну, у нас uncommon trap, про который мы уже знаем, да, то есть, ну, мы, скорее всего, сюда не придем, но вот uncommon trap. Если uncommon trap случается, то есть, если он случается, и мы реально на эту границу наступаем, да, то есть, у нас приходят символы, и они приходят часто и много, то Java-машина такая, ну, как-то вы часто крашитесь, то давайте сделаем статичную ошибку, прям статичную совсем static final, одну на все приложение, и будем ее постоянно кидать. В итоге приложение не создает новых ошибок, то есть, тут никаких локаций по памяти, и по факту работает почти go-to, потому что компилятор, если вот такой небольшой код видит, он понимает, где у нас ошибка пробрасывается, куда она должна ловиться, и у нас практически go-to и случается в случае выхода за границ. Вот эта оптимизация Amnesty Trades и Fast Throw присутствует довольно давно. она выглядит очень простой, но там не очень много багов, очень много ошибок в реализации, поэтому довольно много версий Java, где там разные корнер-кейсы лечили в этой оптимизации, и она включена по умолчанию, то есть, если вы ничего не укажете, вот эта штука у вас есть. Она приводит к тому, что код ускоряется, ошибка кидается одна на все, да, то есть, как бы, одни плюсы, но есть минусы. Минусы такие, что вот эта ошибка одна, это значит, что у него Stack Trace всегда одинаковый. Ну, то есть, если вдруг не повезло, G-то отработал неправильно и кинул вот эту NPE шареную, когда не должно быть шареная, то есть, когда у вас код реально обращался к этому исключению и что-то с него пытался достать, то, возможно, вы не получите Stack Trace, вы не узнаете, где эта ошибка возникла и так далее. Поэтому некоторые любители отключают оптимизацию, чтобы, если вдруг у них возникла ошибка без Stack Trace, они все равно увидели, откуда эта ошибка возникла. Но давайте посмотрим, где это, в принципе, может возникнуть. Это может возникнуть в null pointer, да, то есть, когда у нас есть обращение к методу, обращение к полю, это может возникнуть в класс-кастах, неявных проверках на тип. То есть, мы из коллекции что-то достали, там, конечно, дженерики, но все равно чек-каст потом выполнится. Это возникает при делении, если вдруг вы работаете по специальности, да, и вы там учили математику, и вдруг у вас есть деление в коде, да, то оказывается, что деление на ноль работает на уровне железа. То есть, никаких дополнительных проверок, а не на ноль ли мы делим, нет. Мы делим смело, ловим ошибку от процессора и говорим, о, так мы же тут на ноль делили, а давайте кинем arithmetic exception. Очень классная оптимизация. Ну и про массивы, о которых мы говорили, когда мы пишем, читаем, мы из-за границы, можем вылететь, ошибка кидается. Да, в случае чтения, записи, немножко разные ошибки, но они схожим образом все обрабатываются. Давайте посмотрим пример, как мы можем воспользоваться вот этим знанием, да, то есть то, что мы вроде видели, где оно может на практике возникнуть еще. Ну, там код как бы странно писать, можно было по-другому, да. Давайте еще пример возьмем такой. Очень частый пример. Например, нужно hex значение, даже на стеричное, раскодировать и превратить в значение, ну, целочисленное. Можно написать многим образом, ну, например, вот так было написано в nette. Да, это как бы довольно высокопроизводительная штука. Вот в nette так написано, наверное, не дураки писали, я не знаю, зачем минус 0а, но вот как бы, наверное, им было видно. А потом в какой-то момент тот пришел и говорит, а знаете, давайте, можно еще потюнить, можно потюнить, и, вы знаете как, да, можно массив создать, и давайте не будем if-ами там, потому что это переходы там, ну, какое-нибудь такое обоснование, давайте так делать. Вроде логично, но мы-то с вами знаем, что все равно if-это никуда не делись. То есть то, что у нас тут есть if, по факту все равно будет ошибка при выходе за границу массива. Ну, мы 128 сделали, там точно будет ошибка. И мы ее просто проигнорируем, потому что, ну, у нас не бывает таких, как значений, которые слишком большие, но Java-машина-то не знает, она все равно может кинуть. И что получается? Мы можем посмотреть и догадаться. Смотрите, сам символ, сам символ char, он не может быть слишком большим. Он всегда от 0 до 65 тысяч с копейками. Это знаем мы, потому что спецификация языка. Это знает G-компилятор, потому что спецификация языка. И поэтому, если мы создадим наш массивчик побольше, вот создадим, ну, с небольшим таким запасом, то G-компилятор сможет сложить, ну, 1 плюс 1. То есть он видит, что у нас индекс точно положителен и не выходит за границы. У нас массив достаточно большой, и static final, то есть никуда он не движется, не меняется. У него прям адрес фиксирован. И в этот момент G-компилятор говорит, ха, тут вообще проверки не надо делать. И это действительно так происходит. Такая история в нете возникла в 19-м, если не ошибаюсь, году. Есть pull request, там обсуждали, как обычно, да, две строки оптимизации, и набежала куча инженеров, там просто почитать. Интересно, как они все это обсуждали. Куча, ну, таких специалистов понабежали. Как правильно, значит, преобразовать хиксы в инты. И очень прикольно, что там прирост получился, прям реальный прирост. И вот как бы классно, да. Но если не совсем знать и догадываться, что JIT будет исключать проверки, что эти проверки неявные, что там в машинном коде в принципе исхода не было. Ну, это очень классно ведь, да. Давайте дальше пойдем. Вообще мы говорим про скорость, скорость, не одного замера. Скорость без замеров, время на ветер. Давайте что-нибудь измерим. Возьмем первый попавшийся ноутбук и первую попавшуюся версию Java. И измерим первую попавшуюся создание исключения. Ну, мы всегда так меряем, да, но не совсем первое. Но вот возьмем метод, который кидает ошибку и что-нибудь делает в случае того, когда мы ее поймали или нет. И метод очень простой. Мы ее объявим не инлайненом, чтобы, ну, Java машин не делал каких go-to переходов прямых, да, чтобы было честное выбрасывание нашей ошибки. Ошибка простая, не хитрая. Там значение какое-нибудь будет. Ну, source это и целое число, скорее всего, да. Давайте посмотрим на эту ошибку. Она вот такая, как бы класс, наследуем, экстремен. Вот как все, как мы любим. И попробуем в разных вариациях этот код прогнать. Значит, какие могут быть вариации? Ну, смотрите, у нас первая вариация была такая. Мы брали и возвращали просто не пойми что. Ну, возникла ошибка, и пес с ней, да, вот как бы неважно какая. Можно другой вариант проверить. А давайте у этой ошибки что-нибудь возьмем. Ну, getMessage, всегда же печатают getMessage, там, printStackTrace, еще что-то такое делают. Можем брать данные, которые хранились в этом исключении. Можем брать StackTrace и смотреть, что с этим StackTrace творится. Ну, у нас методы надо int вернуть, чтобы Java-машина вообще все в усморь не соптимизировала. То есть что-то надо вернуть. Поэтому давайте пока длину StackTrace вернем и на этом остановимся. Проведем серию замеров. Окажется, что вот современная Java нам дает интересный разброс. Интересный разброс какой? Разброс такой, что, ну, вот там прям от 60 до 3000. Ну, типа там в 5 раз, да, или в 50 раз. В 50 раз. В 50 раз разница может возникнуть. Где? Ну, в первую очередь, вот первые две строки. Если мы кинули ошибку, и кинули ошибку, например, не создавая StackTrace в этой ошибке, то тогда получается, что на создание StackTrace мы потратили, ну, весьма много. То есть если вам о чем-то наносекунды говорят, я надеюсь, говорят, да, но вот вторая строчка, 60 наносекунд, это порядок обращения к памяти, да, вот мы типа прочитали из памяти, сделали HashMapGet. Вот примерно такой порядок. А если мы создали ошибку, и там еще создалось местоположение об этой ошибке, да, то есть StackTrace запомнился, то мы получили вот такой накладной расход. Это уже не очень хорошо. Но, смотрите, если мы этот StackTrace еще и возьмем, то есть попробуем напечатать, или вот хотя бы длину просто понять, то кажется, что мы еще дополнительно заплатим. Это, опять же, оптимизация, которую Java-машина делает. Раньше, условно говоря, в 7-й, 8-й не было. В более современных версиях появляются оптимизации. Какие? Часто народ создает исключений, не вызывает никаких на них методов, особенно StackTrace не запрашивает, поэтому StackTrace не раскодируется в Java-формат. Там нет человекопонятных строк и позиций, да, номеров строк. Поэтому, что, если уж мы ловим ошибку, не надо лишний раз у нее StackTrace получать или обращаться, да, если вот мы хотим что-то сделать, все-таки поймать ошибку. Но, тем не менее, если мы ошибку закэшируем и просто будем кидать постоянно одну и ту же, да, вот так вот возьмем и будем кидать одну и ту же, то тут вообще по ноликам все будет. Если вдруг у нас кто-то захотел использовать исключения для того, чтобы передавать управление, то, внимание на экран, статичное исключение – ваш выбор. Вот, давайте попробуем проголосовать. Ну, честно только. Кто использовал исключения для передачи управления? Я использовал, я использовал. Вот, так, держим, держим, держим руки. А кто при этом отключал StackTrace у этого исключения? Так, одна рука. Вот тут человек поймался, потому что если исключение статичное, то, в принципе, не так важно, отключать у него StackTrace или нет. Ну, это можно делать, потому что исключение шареное, оно как бы где-то создано, и StackTrace бесполезен. Но, если вдруг вы создаете исключение только для передачи управления, то отключать StackTrace в целом полезно, будет работать, конечно, чуть медленнее, чем статичное исключение, но вполне приемлемо. Итак, здесь уже не так важно, да, создаем, не создаем, работает быстро, практически по нулям, это практически цена возврата из пустого метода. Да, и дальше, если вы хотите сравнить с какими-то другими вариантами, то, ну, уже, наверное, вопрос читабельности кода вы видите на первый взгляд. Давайте посмотрим, что Java нам может предложить в современных версиях. В 18-й версии, да, к сожалению, в 17-й, нет, только в 18-й, сделали разведение по null-чекам и array-чекам. То есть раньше null-чек и array-чек, они были как один uncommon trap, то есть Java-машина не считала их различными и начинала собирать информацию только после legit-компиляции. В итоге, если у вас метод часто, например, падал по array-чек вот таким вот историям, да, например, на том кате выкрутились, то у вас метод мог компилироваться, компилироваться много раз, и в итоге, ну, вы как бы много времени на стартапе тратили. Поэтому, перейдя на Java больше, чем 18-й, возможно, у вас стартап станет лучше, да, запускаться, приложение будет быстрее. В 22-й Java, к сожалению, только в 22-й добавили, возможность исключать из JIT-кода неиспользуемые кетч-блоки. То есть я показывал, что неиспользуемый if-блок может исключаться, это было очень давно. А вот про кетч-блоки догадались только недавно. Тогда по наму начали писать, там сплошные три кетч-блоки, и вот они говорят, ой, что-то они медленно работают, и догадались, значит, стали исключать. Поэтому ждем 23-ю Java, у нас еще и кетч-блоки подрастут. И, соответственно, еще есть интересная оптимизация. Так, почему не появилась или появилась? Вот это я вообще не понял. Такое ощущение, что слайды просто залипли. Да. Интересно, интересно. Значит, что получилось, это то, что... Давайте я расскажу потом. Давайте посмотрим про то, какие... Ну, потом, имеется в кулуарях, да, там, оптимизация, которая не вошла в новую версию Java, она про что? Она про то, что когда мы все-таки отключили AmidStackTraceInFastRow, то есть когда мы захотели, чтобы у нас во всех абсолютно исключениях были StackTrace, то Java сейчас создает эти исключения в интерпретаторе. И это медленно. А Фолькер предложил, давайте создавать такие исключения не в интерпретаторе, а в JIT-компиляторе. То есть инлайнить создание исключений в JIT-код. Вот такую оптимизацию я нашел, ее придумали в 21-м году, но, к сожалению, забыли померзжить. Ее хотели померзжить в 18-ю, но, говорят, выходила в 19-е. Давайте в 19-ю, а в 19-ю не успели. Вот, поэтому, возможно, все-таки воскресим эту историю. И у нас можно будет создавать исключения со StackTrace, и которые быстрые. Исключения мы создавали, кидали. Давайте поговорим о том, что вообще лучше никогда не ловить. Например, лучше никогда не ловить out-of-memory error, stacker flow error или какой-нибудь interrupted exception. Ну, все же согласны. Вот это не надо никогда ловить. Кто не согласен? Поднимите, кто не согласен. Ура, ура, ура. Есть не согласны. Ну, ладно, давайте про out-of-memory поговорим. Значит, что такое out-of-memory? У нас память кончилась. Вот мы, например, читали наш файл, и мы взяли и посчитали наши строки. Вот мы хотели посчитать, сколько строк. И мы такие загрузили весь файл в память, и получили out-of-memory error. Очень классно, очень классно. Но проблема-то в том, что когда мы наш файл загружали, и когда мы память всю сожрали, то не повезти могло еще кому-то. Не только наш код мог упасть out-of-memory, да. То есть кто-то еще выполнялся в этот момент, и он, значит, получил такую ошибочку. Как бы в итоге нужно было поправить? Но есть очень простое, на самом деле, исправление здесь. Можно стримы переписать, и все будет хорошо. Потому что стримы не грузят файл целиком в память, они грузят посрочно. Но там, правда, есть строчка очень большая, и все равно упадет. Но, тем не менее, что мы можем... Казалось бы, да, вот, казалось бы, мы переспециали на стримы, мы открыли наш файл. Ну, то есть у нас out-of-memory может возникнуть? Может возникнуть. Чем плохо? Чем плохо out-of-memory? И почему без него, ну, невозможно просто обработать? Ну, давайте с простого. Начнем с try-catch. У нас try-catch всегда работает. Возьмем, зайдем внутрь этого try-catch. Мы просто пытаемся открыть файл. Открываем файл, и там буквально что? Ну, создается какая-то кодировка, кодировщик, создается input-stream-reader, у нас тут input-stream, вроде как обычный код, ничего страшного. Но, смотрите, получается так, что мы сначала создали input-stream-reader, потом создаем какой-то buffer-reader, и где-то там может возникнуть out-of-memory error. В итоге у нас файлик-то не закроется. Мы файлик открыли, ридеры создали, а у нас оно упало до того, как мы даже дошли до нашего try-catch-блока. Ну, то есть мы не вернули наш ридер. Нас ошибка может возникнуть вообще в любом месте. И правильной обработки здесь, к сожалению, невозможно сделать, потому что виноваты, возможно, даже и не мы. И для обработки, например, для того, чтобы напечатать что-то в лог или еще куда-то, нам просто не хватит памяти. Поэтому единственный правильный вариант – это останавливать Java-машину. Прямо братья останавливает. Ну, как останавливать Java-машину? Берем и пишем. Java-машина остановить сама, если вдруг памяти не хватит. И, кстати, сними на всякий случай снимок памяти, чтобы можно было понять, а что же вообще там было. Можно указать. Если память у нас вот такая большая, то надо указать zip, чтобы она стала поменьше. В результате вот этот файлик с дампом стал более вменяемым. Java прям умеет начинать с 17 версии и прям в zip писать. Можно, в принципе, совсем Java-машину закрэшить, если у нас все плохо. Пусть лучше упадет. Мы узнаем, что она упала. Теперь запустим. Есть вариант собрать мини-дамп. То есть не полный хип-дамп, а некое состояние потоков, сколько их было, чем они занимались, если полный дамп не получается создать. Можно просто Java-машину выключить, слово совсем, без всяких дампов и получить примерно тот же самый эффект, но, правда, без анализа. И потом счастливые отладки на то, что же у нас происходило. Итак, есть вариант, конечно, когда можно вообще ничего не останавливать. Мы такие, нет, пусть как-нибудь работа всегда же работала. Но мы такие придем и скажем, джимап, сними нам хип-дамп, пожалуйста, и зазипуй его тоже сразу, чтобы этот самый файлик оказался не очень большой. И давайте посмотрим, как это может работать. Вот мы нашли наш Java-процесс, взяли, нашли его PID, процесс ID, запустили джимап, у нас хип-дамп создался. И давайте попробуем, кстати, без зипов создать, или там с другим зипом. И окажется, что от того, насколько сильно мы его жмем, внезапно может меняться скорость, размер файла. Вот, поэтому можно попробовать, конечно, пару раз на том приложении, которое у вас, и посмотреть, а вообще какой формат, сколько там жать. Но у меня получился некий прирост. Да, ну, идея, прирост получился и по скорости, и по времени. Если вообще не жать, то, да, снимался 17 секунд, в два раза больше почти. Ну, и он побольше получился. Давайте дальше смотреть, что у нас еще есть. У нас есть такой overflow. Ошибка, которую тоже почему-то лучше никогда не кидать. Почему бы так могло быть? Ну, смотрите, вот у нас, опять же, trycatch, абсолютно надежная конструкция, всегда работает. Мы создаем наш buffered reader, и внутри buffered reader, ну, как мы знаем, лежит кодировщик, там тоже что-то создается. И что? Опять же, в момент того, как мы создаем наш reader на десятой строке, может возникнуть stack overflow error. То есть мы еще не вернули на вторую строку ничего. У нас там, значит, возникло stack overflow, и нужно что-то делать, да, и как бы закрывать нечего, и в закрытии либо null pointer, либо еще что-то будет. Ну, казалось бы, какая разница, если мы там приложение покрашили? Ну, давайте другой пример посмотрим немножко. Мы хотим, чтобы у нас не было одновременно работающих процессов, которые наши файлики считают. Ну, чтобы, там, не знаю, памяти много не занимать. Расставили локи, значит, lock и unlock в конце. Вроде все правильно сделали. try, finally, прямо как в java-доке lock. Ну, тут что может пойти не так? Давайте посмотрим, что может пойти не так. Да, все может пойти не так. Мы на второй строке заблокировали наш lock, потом, значит, берем и говорим, ну, у нас же может в момент там lock, unlock, еще чего-то, просто ошибка возникнуть в stack overflow. И тогда непонятно, что будет с нашей блокировкой. Сможет ли она отпуститься, если ей не хватит стека? И в какой-то момент изобрели такую доработку в java-машину, чтобы всегда стека хватало. Ну, только на своих. Да, то есть, как это работает? Вот у нас есть стек, и мы вызываем методы. И мы вызываем методы, мы заходим в наш класс, мы добавляем то, где мы сейчас находимся в стек, рано или поздно мы заходим в наш метод по подсчету строк, мы считаем наши строки, и, например, в buffer-ритридер, когда мы его начинаем создавать, выходим за границу, получаем stack overflow ошибку. Вот такая вот простая механика. Работает, опять же, на защите страниц, то есть там нет каких-то постоянных проверок, но есть периодические проверки. И вот что добавляет jep270? Он добавляет следующее. Когда мы в волшебном методе, то нам нельзя падать. Вот волшебный метод unlock должен всегда работать хорошо. Ну, Java Util Concurrent, если оно не работает, тогда вообще труба. И что они сделали? Они говорят, давайте поделим стек на две области. Одна область для всех, а вторая для Java-машины. Вот. И получается, что когда мы в желтой области, то есть область, которая доступна только простым смертным, вот они, выходя за желтую область, сразу будут просто крэшиться. А Java-машина, если у нее какие-то волшебные методы, они не имеют права. Смотрите, мы как бы не упали, но взяли бы и туда зашли. То есть, если мы находимся в локе, ну вот именно лок, там какой-то unlock, мы заходим, пользуемся красной областью и прекрасно завершаем наш метод. У нас unlock срабатывает, блокировка отпускается. Одни сплошные плюсы. Разумеется, ребята сделали это волшебной аннотации, reserve stack access, все такое. но, казалось бы, все решено. У нас unlock сможет доработать. Очень простое решение. Там только что цвета надо было выбрать, какие там красные, желтые, зеленые. Это самое сложное переменное назвать. Но смотрите, что получилось. Получилось вот что. У нас, когда мы находимся в желтой области, мы такие, зашли в наш метод, ну, например, rent-in-lock, и вспомнили сильную сторону Java. Давайте вместе. Обратная совместимость. Да, вот наше все, обратная совместимость. У нас раньше что было? Ошибки кидались. Ну, из unlock раньше кидалась ошибка? Кидалась. И сейчас должна. Ну, обратная совместимость, потому что, ну, у кого-то мог быть код, который завязан на то, что unlock кидает stack overflow error. Вот. И, ну, как бы нельзя ломать обратную совместимость, поэтому мы зашли в нашу красную область, мы все сделали, unlock выполнили, а потом кинули stack overflow error. Вот. Ну, казалось бы, ну, обратная совместимость, да, подумали, молодцы, молодцы. Вот. Но мы сейчас посмотрим на этот код и подумаем, а что же могло с ним быть не так? Ну, мы unlock-то выполнили, выполнили, но lock тоже. И если у нас stack overflow error возникнет в момент лока, то он полностью заблокирует наш лок, а потом для обратной совместимости кинет stack overflow error. Это очень классно, да? То есть мы блокировку заблокировали, stack overflow кинули, и дальше получается приложение, у которого вечно зеленый лок, да? То есть мы, ну, как бы больше никого-то не пустим, потому что все, блокировка-то дофайнли не дойдет, управление вообще втроя не зайдет. И что получается? Ну, вот эту ситуацию обнаружили при подготовке одного из докладов, да? То есть когда мы в прошлом году обсуждали этот вопрос с тренд-локалами, и оказалось, что вот есть ошибочка в реализации, да? То есть обратную совместимость надо нарушить. Завели тикет в, собственно, OpenJDK с просьбой давайте починим, чтобы, ну, чтобы у нас локи работали, вот такая конструкция, чтобы работала, нормальные блокировки и отпускала. Оказалось, что там не так почему-то просто полечить. То есть простая попытка убрать вот эту вот обратную совместимость и не кидать stack overflow, она почему-то не лечит совсем проблему. Но что же нам теперь делать? У нас теперь по факту получается, что если в приложении вдруг используется рент-ренд-локи, и если вдруг возник стеклый фоллый урор, вполне такая ситуация может быть. Но приложение просто заблокируется на полную и все, и вы как бы не выйдете из этого состояния. Поэтому единственный правильный вариант какой? Если вы найдете стеклый фоллый урор, гасить приложение, перезагружать, ну, если у вас относительно новая Java, то можно вы указать такую опцию для того, чтобы Java просто сама закрешилась, когда возникнет какая-то ошибка. Но, к слову, эта опция работает для всех исключений, поэтому если у вас еще какое-то любимое есть, вы его смело добавите в список, и, значит, Java-машина тоже закрешится. Если такой опции нет, есть суперсила. Смотрите, к вам приходят с какой-то, ну, реально непонятной стрёмной багой, типа, что-то там заблокировалось. А вы смотрите, такой опции нет. Вы такие, а у вас Stack Overflow были? Вот. И если есть хоть одно упоминание Stack Overflow и ROR, все, да, то есть, ну, как бы, возможно такая ситуация, и даже там копать можно не копать. А если логи заротировались, ну, ждем следующего воспроизведения, и там анализируем, а может, и не воспроизведется. Да, но Stack Overflow нужно искать в логах, если вы еще не ищите, хотя бы, я прям крайне советую, это очень помогает. Ну, я на практике много сталкивался именно с такой ситуацией, когда какое-то шальное исключение Stack Overflow в логах, ну, приводит к тому, что приложение крэшится, блокировки не отпускаются и так далее. Мы говорили еще про Interrupt Exception, да, и вот здесь вот я прям хотел бы поаплодировать тем, кто сказал, что, ну, Володя, ты что творишь? Interrupt Exception надо перехватывать. Вот, и такая скользкая тема, зачем же его перехватывать? Ну, смотрите, где может возникнуть Interrupted Exception? Например, мы такие хотим проверить, ну, не хотим, мы с вами делаем так, чтобы метод не занимался слишком долго, да, то есть если почему-то блокировка висит, давайте просто как бы выйдем и все, да, скажем, ну, тайм-аут, мы не знаем, что делать, у нас это самое. И вот оказывается, что TryLock может взять и кинуть Interrupted Exception. И что же делать с Interrupted Exception? Из многих методов, TryLock, Wait, еще что-то, Sleep, в конце концов, Thread Sleep, а вот кто на Котле не пишет, тот и Interrupted не перехватывает. И молодцы. Значит, есть несколько вариантов. Есть вариант такой, не перехватывать, а просто кидать наверх. Пусть там радуются. Это, в принципе, рабочий и правильный метод. Второй метод другой. Ну, если как бы нельзя кидать, вот, даже если очень хочется нельзя кидать, надо что-то делать. Мы такие берем и ловим, и вот так вот оборачиваем. Ну, вот, давайте, быстренько. Так не надо, вот, да, спасибо, спасибо, так не надо. Давайте по-другому попробуем. Почему так не надо? Вот так вот. Вот, вот, ломбок нам в помощь. Ну, так тоже не надо, да. Почему же так не надо? Ну, давайте посмотрим пример. Есть какой-нибудь цикл, который обрабатывает задачки. Он эти задачки обрабатывает, ну, берет задачку, обрабатывает, а между задачками ничего не делает, да, гудит просто. И, что, ну, такой код себе писали, он нормальный. Или так не надо, давайте. Так не надо, давай, так не надо. Почему так не надо? Да потому что, смотрите, для чего вообще придумали этот Interrupted Exception? Его придумали для того, чтобы нас попросить остановиться. То есть мы работаем, работаем в бесконечном цикле, бесконечном, вот тут говорим. И нас попросили остановиться. Володя, остановись, уже у нас две минуты осталось до конца даку. Как это сделать? Кидают Interrupted Exception. Да, ну, находят наш трет, вот, хвала, эксперта нет, поэтому мне Interrupt никто не сделает. Мы должны правильно среагировать на это. И, поймав исключение, сказать, ну, блин, нас попросили остановиться, давайте остановимся. Ну, в данном случае, возможно, просто мы хотим выйти и, там, ну, в дискуссионку мы попозже перейдем. Но наш метод может оказаться не последним. Возможно, наш метод кто-то еще вызывал. И раз нас попросили остановиться, то нужно сказать, эй, ребята, ну, кстати, нас попросили остановиться, поэтому надо сказать Threat, Current, Trapped, Interrupt. То есть в текущем трете поставить флажок на то, что нас просили остановиться. И, возможно, кто нас вызывал или наш код, который выполнял бесконечный цикл, он должен периодически проверять, а нас просили остановиться или нет. То есть, может быть, мы вызывали какой-то метод, который Interrupt обработал, флажок поставил, мы такие проверили. И если вдруг мы видим, что пора, мы тоже можем как-то перепрокинуть ошибку наверх. Вот такая ситуация, да, она, ну, мне, честно говоря, много казалось странной, да, то есть я видел, что это из слепа вызывает, возникает такая ошибка, но я не знал, что с ней делать. Вот в какой-то момент я узнал, меня прям порадовало. Ну, типа, классно, блин, классно, да, ну вот, и теперь немножко так сделано. Поэтому стоит, как понимаешь, что Interrupt – это для кооперативного прерывания работы нашей программы. Объявить throws Interrupted – это тоже норма. Если вам, как бы, можно, вполне нормально. Пустой кэч-блок, вот пустой кэч Interrupted – это прям нельзя. Нет, это прям ай-яй-яй. И давайте поговорим про то, а бывают случаи, когда исключения нельзя поймать. У нас вот такое исключение. Пришел к нам в гости Чак Норрис, его кто-то кинул, и мы такие, давайте по… Вот, ну, наверное, понятно, да, что Чак Норриса мы поймать не сможем. Почему мы не сможем поймать Чак Норриса? Ну, потому что тот, кто его писал, он как бы почитал и говорит, наверное, вы класс лодер используете, или, наверное, вы из метода getMessage кидаете еще ошибку какую-нибудь, из PrintStack3s кидаете ошибку. Ну, вот можно посмотреть, есть прям реально существующая библиотека, поэтому если вам нужно кому-то подослать такое исключение, берите на вооружение библиотечку, она прям готовая, запускайте, радуйтесь. Вот, иногда, конечно, исключение нужно для того, чтобы, ну, просто подебажить, посмотреть, где мы находимся. Иногда нужно для того, чтобы понять, а в каком методе мы выполняемся, и в логах увидеть, мы находимся в таком-то методе. Вот так не надо делать, а ей так делать. Есть в Java, начиная с девятки API по Stackwalker, можно взять в стрим стиле, ну, кстати, оно быстрее, чем Newthroble, получить доступ к текущему Stacktrace. Если вам нужен только класс, вы хотите, ну, вот логер написать, который текущий класс получает. Есть тоже специально обычный метод для этого. В общем, Stackwalker – наше все. Stackwalker – наше все. Радуемся, пользуемся. Когда мы обрабатываем нашу ошибку, что же нужно сделать? Вот, друзья, я очень прошу прощения, что мы сейчас задержались, но давайте очень важную, важную тему такую. Когда мы поймали ошибку, пожалуйста, скажите, что же надо чинить. Правильное сообщение об ошибке должно включать информацию про то, что нужно сделать. Человек, который ни разу не писал этот код, он должен понять, как чинить. Вот в идеале вы должны прямо написать в тексте ошибки. Сломалось то-то, чинить вот так-то. И, соответственно, если у вас в тексте ошибки нет каких-то там плюсиков, нет упоминаний того, на чем сломалось, ну, не надо так делать, да? То есть надо прямо писать и в возвращаемые значения, в кидаемые ошибки упоминать, что сломалось, как чинить, для того, чтобы наши приложения работали хорошо и эффективно. Тогда в логах мы прям увидим, ну, иногда можем, мы, конечно, вообще использовать библиотеки специально для того, чтобы правильно кидать ошибки. И такая библиотека есть, она вот позволит вам сказать, что, пожалуйста, не делайте такую пиццу, делайте другую, делайте пиццу отдельно от ананасов и едите. В общем, как бы много-много советов, да? Я вот много советов дал. Друзья, надеюсь, они окажутся вам полезными. Вы обязательно все эти советы употребите на практике. Вот, ну, хоть как-нибудь. И давайте перейдем к выводам. Рушите машину, да, если возникли плохие исключения, прямо убивайте Java-машину. В исключениях самая дорогая часть – stack trace. Не создавайте, не используйте, обходитесь как-нибудь без него. И делайте сообщения понятными, да, для того, чтобы упавшее и быстро поднятое не считалось упавшим. Меня зовут Владимир Сидников. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Володя. У нас осталось ровно минус 4 минуты, поэтому, ну, хочется все-таки какой-то режимой подвести. У кого есть вопрос к Владимиру, поднимите руку. Ну, хочется что-нибудь спросить. Так, один я вижу. И все. Давайте быстренько зададим этот вопрос, потом Володю отпустим, освободим это помещение и перейдем в дискуссионную зону. Давай, кто тут… Не, Владимир… Не, Мишу не спрашивайте, потому что Миша неправильный. Давай, только по существу. В конце должен быть знак вопроса, без рассуждений, да? Спасибо. Володь, спасибо за доклад. Шурган почти убедил, что в продакшене не надо включать Amistech Trace InfoStraw. Вы включаете? Мы не отключаем. Не отключаем. Работаем по умолчанию с Amistech Trace. Спасибо. Это был очень быстрый ответ. Что я должен напомнить. У нас есть QR-код, по которому вы можете задать вопрос. Мы сейчас пойдем в дискуссионную зону. В этой дискуссионной зоне Владимир поотвечает на все-все-все вопросы, которые у вас остались, возникли, вы стеснялись спросить. И большая просьба, отрейтингуете этот доклад, потому что это очень важно для того, чтобы мы делали их лучше. Спасибо большое, Владимир. Аплодисменты.